МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы можете заработать эти деньги, если вы справитесь с этим заданием. А вам нужно переставить одну белую спичку в левой части и получить равенство. В вашем распоряжении три математических символа. Пять плюс четыре. Но пятерка именно белого цвета. То есть вот эта вот область, которая выделена белым цветом. И вам нужно сейчас подумать, какую одну спичку надо переставить, чтобы изменить не только внешний вид вот этой области, но и ее значение. А значение должно равняться пяти. Так что думайте, ищите это решение, находите эту спичку, переставляя каждую из них. И после этого делитесь со мной своим вариантом ответа. Позвонить в прямой эфир, а сюда нужно именно позвонить, вы можете по одному из тех трех номеров, которые вы видите на своих экранах. Вот смотрите, здесь три номера. Первый номер, короткий, 08258. Надо набирать в том случае, если вы находитесь на территории Российской Федерации. Второй номер, 090701. Набирать нужно, если вы находитесь на территории Армении. И есть еще третий, международный номер. Плюс 88216-101-298. Позвонить по которому вам нужно в том случае, если вы находитесь не в России, не в Армении, а в другой стране. Другими словами, позвонить программу можно абсолютно из любого уголка земного шара. Самое главное, чтобы вы были готовы, чтобы вы были готовы появиться в прямом эфире и назвали мне победное решение. Перед вами первое задание, к нему прилагается четкая инструкция. Надо переставить одну спичку белого цвета в левой части. Нужно изменить внешний вид левой части и ее значение. Значение левой части должно равняться пяти. Вот та самая задача, которая перед вами сейчас стоит. Надеюсь, все понятно. Надеюсь, никаких вопросов у вас не возникает. А даже если возникает, то ответы на все свои вопросы вы найдете на вашем телеэкране. Здесь вся необходимая информация. Ну, я со своей стороны помогу, чем смогу. А пока я жду первый телефонный звонок. И можете прямо сейчас уже сюда позвонить. Напомню, что это прямой эфир, что все происходит на ваших глазах, что я именно в эти мгновения нахожусь в этой студии. И, в общем-то, я уже готова прямо сейчас выслушать ваш вариант ответа. А надо, чтобы вы появились здесь со следующим текстом. Переставить надо такую-то спичку с такого-то места на такое-то место, чтобы получилась вот такая-то левая часть. То есть вам нужно мне рассказать полностью, что вы сделали, где вы взяли спичку, куда поставили, и что у вас получилось в левой области. Добро пожаловать с правильным ответом в прямой эфир моей программы. Напомню, что тому телезрителю, который появится здесь быстрее всех, я и вручу звание первого героя и 7 тысяч рублей. После этого, как только вы справитесь с этим заданием, а я надеюсь, что это произойдет буквально в ближайшее мгновение, я познакомлю вас со следующим заданием. Это будет уже вторая головоломка, и я надеюсь, что вы с ней тоже быстро справитесь. А после второго задания будет третье, а после третьего – четвертое. Но сумеете ли вы справиться со всеми моими заданиями, зависит только от вас. Я со своей стороны готова вам предложить сегодня максимум. Я приготовила большое количество заданий для вас, но успеете ли вы с ними справиться, зависит только от вас. Если настрой у вас серьезный, если вы находитесь в полной боевой готовности, готовы справляться со всеми самыми даже сложными заданиями, тогда моя программа специально для вас. Тем более, что за каждое задание вы можете заработать деньги. А если вы станете победителем во всех моих головоломках, у вас есть возможность очень существенно пополнить свой бюджет. «Разбогатеть» вы можете в моем шоу. Посмотрите, я предлагаю вам за первое разминочное задание 7000 рублей. Что же будет дальше? Дальше будет еще интереснее. Но перейти к следующему заданию мы можем только в том случае, если справимся с этим. Поэтому забегать вперед мы не будем. Ждать следующих заданий не нужно. Сначала справьтесь вот с этой разминочной головоломкой. А между прочим, все последующие задания уже будут усложняться. Поэтому сначала справьтесь с разминкой, потренируйтесь. Ну а потом уже мы перейдем к гораздо более сложным заданиям. Ну так что, я уже готова пообщаться с вами на тему моего первого разминочного задания. Я готова выслушать ваш рассказ на тему переезда одной белой спички в левой области данного неравенства. Между прочим, перед вами не что иное, как пример из логической математики. Поэтому здесь меня интересуют следующие ваши таланты, следующие способности. Есть телефонный звонок. Здравствуйте, какую спичку вы переставили? Четвертый нужно сделать единицу. Так, это можно сделать одной спичкой, двумя спичками, только лишь двумя. А надо переставить одну было, а вы две спички выбросили задание. Видите? И у вас получилось 5 плюс 1 еще ко всему. А 5 плюс 1 в сумме дает не 5, а 6. Надо считать, чему равняется левая часть. Пересчитывайте, пожалуйста. Цифры любят счет. В математике должна быть точность. Понимаете? Точность. Перед вами пример из логической математики. Вам здесь нужно обладать логикой. Надо уметь нестандартно мыслить, искать нестандартным способом решения. И еще, конечно же, необходимо грамотно пересчитывать, что у вас получается. Это уже арифметика. А в арифметике должны быть точные значения. Видите, здесь нет никаких приблизительных значений. Здесь четко стоит знак равенства. Значит, левая и правая части должны быть абсолютно равны. Это вот сейчас перед вами неравенство. Это логическая математика, это пример из логической математики. Это неравенство, с которым нужно что-то срочно сделать. Надо это неравенство изменить. Надо сделать так, чтобы левая часть стала равноправой. Вот тогда работа будет считаться выполненной. И я, наконец-то, узнаю имя своего первого победителя. И еще раз напомню, что как только вы нашли решение, надо обязательно позвонить программу. Для этого внизу экрана есть необходимый номер, который соответствует вашему региону, вашему географическому положению. Находясь в России, звоните по номеру 08258. Находясь в Армении, звоните по номеру 090701. И из-за границы звоните по международному номеру. Плюс 88-216-101-298. Все в ваших руках. Сейчас ваша победа зависит только от вас. А я, в свою очередь, просто стою здесь и жду следующий телефонный звонок. Я все время нахожусь в процессе ожидания. У вас есть вся необходимая информация. У вас есть все условия моей программы. Я с вами, я с ними вас уже ознакомила. Есть основное четкое правило, которое написано прямо под заданием и еще над заданием. Чтобы вам было точно все понятно. Переставьте, пожалуйста, одну спичку. Вот и занимайтесь этим. Как вы видите, в левой части много белых спичек. 5 плюс 4. Каждый символ состоит из определенного количества спичек. Но если попробовать переставить какую-то одну спичку, вы поймете, что левая часть тут же меняется. Тут же меняется ее внешний вид, тут же меняется ее значение. В зависимости от того, откуда и куда вы эту спичку переставили. У вас должны получиться нормальные символы после перестановки этой спички. И еще. Еще кое-что. Видите, в левой части 3 символа. Две цифры и один знак. Но измениться, в конце концов, могут либо два символа, либо один. Все три символа не изменятся, потому что спичка может переехать только с одного места на другое. И это может быть как в рамках одного какого-то символа. А может быть, спичка переедет с символа на символ. То есть измениться может либо один элемент, либо два взаимно. И вам сейчас предстоит это выяснить. Потому что это и есть та самая работа, выполнив которую, вы заработаете 7000 рублей. Поэтому работайте, сидите, старайтесь. Устройтесь поудобнее перед экраном телевизора, чтобы вам было максимально комфортно. Чтобы ничто вас не стесняло, не смущало. Чтобы никто и ничто сейчас не отвлекали вас от этого важного дела. Потому что, если вы будете отвлекаться на какие-то посторонние дела, велика вероятность того, что вы что-то здесь не заметите, что-то упустите. И вам просто потом будет очень обидно. И пока вы будете отвлекаться, вас может опередить ваш конкурент. Чтобы этого не допустить, я рекомендую вам сейчас полностью посвятить себя этому заданию. Вот сидите и работайте. Думайте над тем, как может измениться пятерка белого цвета. Как может измениться знак плюс и цифра 4. Три символа. Подумайте над изменением каждого из этих трёх символов. Потом подумайте, если надо будет над тем, как меняются эти символы взаимно. И старайтесь не зацикливаться на чём-то одном. Если вы проверили каждую спичку, точнее, если вы проверили все варианты с какой-то одной спичкой и понимаете, что ни к чему это вас не приводит, тогда спичку надо поставить на место, забыть про неё и проверить всё то же самое, но уже со следующей спичкой. Так вот методом исключения спичка за спичкой вы, проверяя все варианты, все комбинации, придёте в конце концов к победному решению. Я жду, когда у вас это получится, а затем я жду, когда вы тут же позвоните в прямой эфир. Позвонить нужно обязательно, потому что без вашего телефонного звонка я просто не смогу догадаться, кто справился с этой головоломкой. Так что действуйте. Напомню, что за это задание вы заработаете 7000 рублей. Хорошее денежное вознаграждение, хорошая денежная сумма. Это, конечно, не миллионы, но тем не менее заработать, сидя перед экраном, 7000 рублей, это очень и очень приятное событие. Я желаю, чтобы у вас всё получилось, я желаю, чтобы вы справились с этим заданием и продолжаю ждать следующий телефонный звонок. Интересно, каким будет следующий телефонный звонок? Кто же позвонит в прямой эфир в следующий раз? И какой ответ я здесь услышу? Здравствуйте. Какую спичку вы переставили, пожалуйста? А сделайте из пятёрки тройку. Так, можно. Это можно сделать. Но ведь 3 плюс 4 всё-таки будет 7 в ответе. В сумме-то получается другое значение. А только за ответ 5 я готова вам вручить 7500 рублей. Я увеличиваю сумму вашего денежного вознаграждения, и теперь я предлагаю вам заработать уже больше денег. Я готова вручить вам больше денег за ваши знания, за ваши способности, за ваши таланты. А вы, пожалуйста, настройтесь на победу. У вас есть чёткое правило, которое нужно соблюдать. Вам нужно не просто переставить какую-то одну белую спичку в левой части. Нужно переставить белую спичку таким образом, чтобы левая часть стала равна 5. Вот тогда считайте, что вы справились с этим заданием на все 100%. Потом уже можете с чувством выполненного долга брать свой телефон и звонить по тому номеру, который соответствует вашему географическому положению. А я напомню, что здесь три номера. Находясь в России, звоните по номеру 08258. Находясь в Армении, звоните по номеру 090701. И находясь в какой-то другой стране, звоните по международному номеру плюс 88-216-101-298. Я приму ваш телефон и звонок, где бы вы ни находились. Я поговорю с вами на тему моего первого разминочного задания. Я выслушаю ваше мнение относительно переезда одной белой спички. И если меня все устроит, если я услышу от вас победный вариант ответа, победное, грамотное, правильное, да еще хорошо сформулированное решение, тогда я, не сомневаясь, поздравлю вас с вашей заслуженной победой и вручу вам 7500 рублей. Ну а пока я продолжаю ждать вот это знаменательное событие. Когда вы появитесь здесь и назовете мне победное решение, я не знаю, когда это произойдет, в какой момент здесь раздастся тот самый победный телефонный звонок, поэтому я просто жду. Я жду, а вы, в свою очередь, работайте, старайтесь. И когда будете полностью готовы и полны желания поделиться со мной своим решением, тут же звоните по тому номеру, который соответствует вашему региону. Я надеюсь, что все понятно. Я надеюсь, что теперь вы уже не сомневаетесь в том, как справиться с этим заданием, что у вас больше нет никаких вопросов, никаких сомнений, что вы прекрасно осознаете, что только за правильное решение вы станете победителем и обладателем 7500 рублей. А за все остальные варианты вы ничего не заработаете. Поэтому вариантов может быть много, а победный только один. И в ваших же интересах найти тот вариант и произнести вслух в прямом эфире шоу. Потому что условия здесь довольно-таки строгие, и вручить вам вознаграждение за любую переставленную спичку я не могу. Так что я жду, когда у вас получится, у вас есть на это время, у вас есть возможность полноценно справиться с этим заданием и позвонить в прямой эфир. Просто не забывайте, что чем больше времени вы потратите на это задание, тем меньше времени у вас останется на следующие более сложные задания. Поэтому не крадите у себя это время, сэкономьте его для самих же себя, для своего собственного блага, для своего собственного удобства. Чтобы вам было удобнее, чтобы у вас было время еще какое-то на то, чтобы посидеть и подумать над более сложными головоломками. Вот и все, что я хочу вам сказать. Это самая необходимая, самая нужная вам информация, которая должна быть в вашей голове. Не забывайте, пожалуйста, о том, что вы здесь зарабатываете деньги, о том, что вы здесь становитесь богаче на своих знаниях и способностях, и старайтесь проявлять именно те способности, за которые я буду вас вознаграждать. Здравствуйте, пожалуйста, ваш ответ. Здравствуйте, девушка. Здравствуйте. Надо с плюсом взять спичку и поставить на пятерку, чтобы 9 получилось. 9 минус 4 равно 5. Да, 9 минус 4 это 5, совершенно верно. Как вас зовут? Глеб. Откуда вы позвонили, Глеб? В город Салават. К вам отправляются в Салават 7,5 тысяч рублей. 10,5 тысяч рублей с победой вас, Глеб. Ну, а второе задание сразу же появляется на вашем экране. Вновь математическое неравенство, за решение которого я вручу уже 8 тысяч рублей. Молодцы. Молодцы. Справились вы с первым разминочным заданием. Послушали меня. Послушали. Поняли, что лучше сэкономить вот это самое время на более сложные головоломки. И вот теперь более сложное задание уже появилось на вашем экране. И, пожалуйста, встречайте его. 98 минус 29. Все это, конечно же, не равняется 10. Вам надо исправить левую часть, внести в нее кое-какие изменения при помощи одной белой спички. Эту спичку вы берете в левой же части. В левой же части вы ее оставляете, меняя ее местоположение. Тут же изменится внешний вид левой части и, конечно, ее значение. Вам нужно пересчитать левую часть. И как только вы поймете, что у вас в левой части получается 10, это означает то, что вы справились уже со вторым заданием. Пожалуйста, звоните в прямой эфир по тому номеру, который соответствует вашему географическому положению, и делитесь со мной своим решением. Это должно быть полноценное решение, полноценно сформулированный ответ, где вы рассказываете, откуда вы берете спичку, куда вы ее переставляете, что у вас получается в конце концов в левой части. Как только я услышу единственное грамотное победное решение, я тут же поздравлю вас с победой и вручу вам 8 тысяч рублей. Со вторым заданием мы тут же покончим, и на ваших экранах появятся следующие не менее интересные задания. Это будет уже третье задание и третья финансовая возможность. Так что продолжаем в том же духе. Не нужно сейчас расслабляться, наоборот, нужно сейчас сконцентрироваться, потому что перед вами более сложное задание, на которое потребуется больше времени, больше сил, больше стараний. Видите, здесь уже двузначные числа появились. Если в первом задании были однозначные, здесь уже двузначные, тут уже гораздо сложнее даже пересчитывать. Ну, вообще, первое, что я рекомендую вам сделать, это взять и прямо сейчас пересчитать, чему равняется левая часть. 98 минус 29. Отнимите 29 от 98. Что вы при этом получите? Вы получите 69. Видите, насколько левая часть больше правой? Значит, если логически подумать, то можно прийти к выводу, что левая часть больше, а значит, надо ее уменьшать. Совершенно верно. Левую часть действительно нужно уменьшать. Но вот как это сделать одной белой спичкой? Вот это, конечно, задача не из легких. И я очень, очень настоятельно вам рекомендую не полениться, а сходить на кухню, взять коробок со спичками и выложить левую область перед собой на любой ровной поверхности. Выкладывайте. 98 минус 29. Знак равенства. И 10 можете не трогать, можете не выкладывать, потому что здесь никакие изменения не требуются. А что касается левой области, надо поработать с ней со всей. Поэтому выкладывайте данный пример перед собой, используя обычные спички. Если спичек под рукой не оказалось, возьмите все, что угодно. В ход могут пойти зубочистки, ватные палочки, гвоздики, карандаши. Этот список может продолжаться до бесконечности. Используйте то, что находится у вас под рукой. И выкладывайте. 98 минус 29. Далее вы уже наглядно можете наблюдать за тем, что происходит в левой части, если менять какой-то один элемент. Точнее, место положения одного элемента. Смотрите, наблюдайте, пересчитывайте. Все свои наблюдения можете как-то записывать. Какие-то пометовать, может быть, на листке бумаги. Я не знаю, чем вы там занимаетесь. Не знаю, как вы будете искать этот ответ. Но в конечном итоге переехать должна одна белая спичка. И вот это уже будет результат вашей работы. Естественно, работа нелегкая. Естественно, на эту работу требуется время, силы и много чего другое. Но, тем не менее, помните, что вы работаете. А за работу каждый человек имеет право получить вознаграждение. И здесь вас, между прочим, ждут 8 тысяч рублей. Именно эта денежная сумма достанется моему второму победителю. Тому телезрителю, который появится в прямом эфире и назовет мне победное решение. Кто станет этим человеком, решать только вам. Поэтому я продолжаю ждать следующий телефонный звонок здесь, в прямом эфире моего шоу. А именно это будет первый телефонный звонок вот в этом задании. Итак, я жду первый телефонный звонок в своем втором задании. Я жду, когда вы справитесь с этой головоломкой. Жду, когда вы сюда позвоните, для того, чтобы понять, кому я сегодня вручу 8 тысяч рублей за победное решение. Так что действуйте. Будьте посмелее, будьте находчивы, будьте в себе уверены. Пусть... Есть телефонный звонок. Здравствуйте. Какую спичку вы переставили? А я думаю, что из 2 лучше сделать 3. Смотрите, у вас было 69, а стало 59. Вы чуть-чуть уменьшили левую часть на 10 единиц всего, но тем не менее левая часть по-прежнему не равняется 10. У вас получилось новое неравенство после вашего изменения. Но за новое неравенство я не могу вручить вам ничего. Мне придется ждать следующий телефонный звонок, а вам я советую сейчас не расстраиваться ни в коем случае. Раньше времени себя не списывайте со счетов. Попробуйте поработать либо с другим символом, либо с другой спичкой и проверьте, что будет дальше. Пересчитайте левую часть. Может быть, вы сейчас получите сразу же значение 10. Не знаю. Но тем не менее я рекомендую вам не расстраиваться. Вы можете сюда перезвонить, как только вы найдете другой ответ. Да, количество появлений в моей программе никем и ничем не ограничено. Так что вы можете появляться здесь столько раз, сколько захотите. Но решайте сами, в каком качестве вам появляться. В качестве участника или в качестве победителя. Вы даже в качестве победителя можете появляться здесь неоднократно. Можете одержать победу в этом задании, в следующем. И во всех остальных, если вы будете настойчивы и не дадите никому себя опередить. Так что будьте настойчивы. Ищите решение. Находите его. Я желаю вам удачи. Я готова принять следующий телефонный звонок. Так что не ждите сами какого-то специального удобного момента. Тут же набирайте номер, который соответствует вашему географическому положению. Итак, я жду. 98 минус 29. Все это не равняется 10. Перед вами ничто иное, как пример из логической математики. Вам надо поработать сейчас с областью белого цвета. С той областью, которая выделена именно белым цветом. Это белые спички. Ярко белые. 98 минус 29. Вот она область ваша рабочая. Думайте над тем, как может измениться цифра 9. Их здесь две, между прочим. Как может измениться цифра 8. Какие варианты изменения могут коснуться знака минус. И что можно сделать с цифрой 2. И все это при помощи одной спички. Не надо думать, как меняются символы при помощи двух или трех спичек. Думайте, как эти символы можно изменять при помощи одной переставленной спички. Еще кое-что. Не надо ничего добавлять в это неравенство. И не надо ничего отсюда убирать. Количество спичек остается неизменным. Меняется только положение какой-то одной из них. Одна, всего лишь одна спичка переезжает. И левая часть равняется десяти. Для этого должно произойти какое-то изменение. Это изменение может коснуться как одного символа, так и сразу двух. То есть измениться может либо одна цифра, измениться могут цифра со знаком, могут две цифры измениться. Проверяйте все варианты. Проверяйте все, что можете. Здравствуйте! Какую спичку вы переставили? А давайте из девятки сделаем ноль. Давайте сделаем. А из какой девятки? Здесь две. Вам нужно быть более конкретными. Я не должна задавать вам какие-то вопросы. Не должна сомневаться в вашем ответе. Ответ должен быть настолько четким, настолько понятным, чтобы и я вас услышала и поняла. И все телезрители, которые смотрят мою программу, но, может быть, не в состоянии справиться с таким сложным заданием. Поэтому, если вы готовы взвалить сейчас на себя вот эту роль победителя, вам просто необходимо доказать это всем окружающим. А нужно появиться здесь с четким, ясным ответом. Если в этом задании, да и в любом другом, повторяются какие-то символы в рабочей области, надо пояснять, с каким символом вы работаете. Так как здесь две цифры, девять, надо обязательно было пояснить, работали ли вы с первой девяткой или со второй. Тогда мне было бы более понятно, что вы имели в виду. А так я вот не могу понять. Я не могу сама за вас догадываться, что вы здесь имели в виду. Как вы видите, ответ оказался непобедным, и поэтому я продолжаю ждать следующий телефонный звонок. Я все время нахожусь в процессе ожидания. Жду, когда у вас получится справиться с этим заданием. Жду, когда вы позвоните в прямой эфир. Напомню, что находясь в России, звонить нужно по номеру 08258. Находясь в Армении, звонить нужно по номеру 090701. И находясь за пределами России и Армении, звонить нужно по международному номеру плюс 88216-101-298. Звоните. Главное, чтобы у вас было желание побеждать, правильное решение и оптимистический настрой. Я желаю вам удачи и готова выслушать ваше мнение. Рассказывайте, что по-вашему надо изменить в левой части, чтобы значение левой части равнялось 10. Цифра – это или знак? Две цифры или цифра со знаком? Думайте, пожалуйста. В первую очередь надо думать. А потом уже звонить в программу. Всё должно быть последовательно, поочерёдно, так как и в моей программе. Здесь, между прочим, на экране в строгой последовательности появляются задания по мере того, как вы с ними справляетесь. И здесь не появится третья головоломка, пока вы не справитесь вот с этой. Так что желаю вам удачи справиться с этим заданием поскорее, чтобы у вас ещё осталось время на третье, на четвёртое, на пятое, а может быть даже и на шестое задание. Ну, я надеюсь, что вы сегодня настроены на программу «Максимум» и готовы справиться сегодня со всеми моими сложными и денежными заданиями. Так что пополняйте свой дюжет. У вас это может сегодня прекрасно сработать, прекрасно получиться. Здравствуйте. Ваше решение, пожалуйста. Переставьте спичку с восьмёрки на минус. Так. Вот что получится с минусом, это, в общем-то, ещё более-менее понятно мне. А что получится с восьмёркой? Какое изменение вы хотели произвести в цифре восемь? Там же не один вариант. А вы умолчали об этом, вы мне об этом не рассказали. Поэтому эта версия, это решение не засчитывается. Восемь тысяч рублей пока остаётся в прямом эфире. Мой второй победитель здесь ещё не показался на глаза. А пока я слышу только лишь догадки. Догадки. За догадки вручать вам деньги я не намерена. Поэтому я и советую вам основательно подготовьтесь к своему появлению в прямом эфире моей программы. Будете готовы, результат вас самих порадует. А будете действовать на бум, будете действовать тяп-ляп, то, естественно, результат вас самих радовать не будет. Поэтому звоните в прямой эфир, когда вы чётко уверены в своём ответе. Что же нужно сделать, чтобы быть полностью уверенным в своём правильном ответе, в своей правоте? Итак, вам надо, чтобы переехала всего одна спичка. Чтобы эта спичка переехала в пределах левой области, той, которая выделена белым цветом. Чтобы после перее... Здравствуйте, ваше решение, пожалуйста. Алло. Алло. Может попробовать из единицы сделать семь? Но ведь единицы-то находятся в правой части. А что, мы с правой частью разве работаем? Я вам сказала, что правая часть остаётся неприкосновенной областью. Вашей областью рабочей является та область, которая выделяется белым цветом. Пожалуйста, 98 минус 29. Подойдите поближе к своему телевизору и проверьте, какие спички белого цвета, а какие жёлтого. Я надеюсь, что у вас цветной телевизор, и вы прекрасно видите, что правая часть выделена жёлтым цветом. Даже если не видите, я для этого здесь и нахожусь. Равно и 10. Это ответ. Эта область вам не нужна. Трогать её ни в коем случае нельзя. Надо работать с 98 минус 29. Пожалуйста, вот с этой областью. Сюда нужно внести кое-какие изменения. И этого будет достаточно, чтобы левая часть изменилась и стала равна 10. А вот эти изменения – это переезд одной белой спички. Читайте правила. На ваших экранах вся самая необходимая, самая ценная информация. Тут вам и задания, тут вам и правила, чёткая инструкция, как нужно действовать. Тут и номер телефона, по которому вы можете сюда позвонить, когда будете готовы. Ну, естественно, обозначена сумма вашего заработка – 8 тысяч рублей. Так что всё, что вам нужно, весь необходимый напор инструментов находится перед вами. Берите и пользуйтесь. От вас сейчас требуется умение логически рассуждать. Рассуждайте логически. Думайте нестандартно. Как может меняться каждый из этих символов? Думайте над всеми вариантами изменения каждого элемента. Над девяткой, над восьмёркой, над знаком минус и над цифрой 2. Над всеми вариантами, над каждым символом. Для этого надо взять каждый символ и разложить его на составляющие. То есть в каждом символе есть какое-то определённое количество спичек. Определённое положение этих спичек создаёт форму каждого символа. Посмотрите, как выглядит 9, как выглядит 8. Как и по какому образу находятся здесь эти спички. Как они повёрнуты. Это очень важно. Каждая спичка здесь находится не просто так. У каждой спички есть своё место. И между прочим, сейчас в левой части все спички, кроме одной, лежат на своих законных местах. Поэтому, если вы берёте какую-то спичку, проверяйте с ней варианты. И вас не устраивает результат, значит, спичка должна лежать там, откуда вы её взяли. Верните её обратно, оставьте её и возьмите следующую спичку. Если и с ней ничего не получается, значит, и эта спичка должна лежать там, откуда вы её взяли. Итак, до конца. Здравствуйте. Ваше решение, пожалуйста. А я вот думаю, что нужно взять спичку с восьмёрки и поставить на двойку. С восьмёрки думайте так, и на двойку. И что это вам даст? Это, во-первых, а какую спичку вы взяли с восьмёрки? Хотелось бы узнать, что стало с восьмёркой. Неужели я сама должна сейчас опять за вас это решить? Сама должна договорить за вас ваш ответ? Как будто вы вместе со мной решаете это задание. Нет, решайте вы. Вы, вы находите решение, это ваша работа, за которую вы зарабатываете деньги. В данном случае восемь тысяч рублей. А я, мне нужно выслушать вас, выслушать ваше решение. И когда я услышу правильный ответ, вручить вам деньги. Сама за вас договаривать, додумывать ответ я не намерена. Так что имейте это в виду. Вам нужно появиться здесь с правильным ответом. Полностью готовым. Да ещё грамотно сформулированным. От подробностей вашего решения зависит очень многое. В данном случае, станете ли вы победителем или нет. Я, конечно, понимаю, что позвонить в прямой эфир очень легко. Вы это можете прямо сейчас проверить. Но только вот стоит ли просто так тратить своё время для того, чтобы появиться здесь как участник? Или лучше подумать, справиться с заданием, а уже набирать потом номер телефона, будучи полностью уверенным в себе и появиться здесь в качестве героя. Принимайте решения. Принимайте единственное правильное решение прямо сейчас. И появляйтесь здесь, конечно же, в качестве победителя. Потому что только победитель унесёт отсюда 8 тысяч рублей. Все остальные уйдут ни с чем. Не заработают денег. Потому что за ошибки я не вручаю здесь ничего. Так что думайте. Итак, меня сейчас интересует ответ на вопрос. Как при помощи одной грамотно переставленной белой спички в левой части получить равенство? Потому что 69 намного больше, чем 10. Итак, мы уже с вами выяснили, что левую часть надо уменьшать. Потому что 69 больше, чем 10. Мы это уже поняли, мы это уже выяснили. То есть вы уже, в принципе, знаете примерно, в какую сторону вам двигаться. В сторону уменьшения левой части. Так вот, с какими символами надо поработать, чтобы уменьшить левую часть? Напомню, что поработать вам нужно со всеми символами. А в конечном итоге изменится либо 1, либо 2. И не зацикливайтесь на чем-то одном. Изменится может у вас как цифра, так и знак. Итак, проверьте все варианты, все комбинации. И придите к единственному правильному решению. А я подожду. Подожду, когда у вас это получится. Но напомню, что перед вами всего лишь второе задание. Справившись с этим заданием, вы сами, сами дадите себе возможность заработать деньги в следующем задании, которое появится на экране сразу же после этого. Так что не теряйте эту возможность. Экономьте время. Оно очень ценное сейчас. Время прямого эфира. Программы не бесконечны. У программы есть определенные временные ранки. Я вам советую это время сэкономить. Потому что растянуть его мы не можем. Так что действуйте. 98 минус 29. Что меняется? Цифра, знак. Цифра со знаком. Или две цифры. Я жду. Так, действуйте. Будьте. Будьте в себе уверены. Ну что, 8 тысяч рублей. Так, я вижу, что мы не можем с вами справиться со вторым заданием до сих пор. Но ведь есть же еще третье, четвертое, пятое. Хорошо. Давайте поступим следующим образом. Победителю в этом задании я вручу уже не 8, а 9 тысяч рублей. Я прямо сейчас на тысячу рублей сразу же увеличиваю сумму вашего вознаграждения. И теперь второй победитель. Единственный победитель в этом задании станет обладателем 9 тысяч рублей. Все, что вам сейчас нужно, это хорошенечко подумать над левой областью и переставить одну белую спичку. Но это должна быть не какая-то любая белая спичка, а конкретная, которую вы возьмете, переставите. При этом вы настолько измените внешний вид левой части, что изменится еще ее значение, которое должно равняться 10. Вариантов изменения здесь много. Потому что каждый символ меняется, если взять с него спичку или поставить, или повернуть эту спичку внутри символа. Поэтому вам нужно проверить все варианты. Задача непростая. Работа сложная. Работа требует внимательности, усидчивости, терпения. Но за все за это вы будете вознаграждены по заслугам. Так что старайтесь. 9 тысяч рублей вы можете заработать прямо сейчас за вторую головоломку. Я жду. Я сейчас жду следующий телефонный звонок. Напомню, что находясь в России, звоните по номеру 08258. Находясь в Армении, звоните по номеру 090701. Находясь за границей, звоните по номеру плюс 88216101298. Три номера, звоните по тому, который соответствует вашему географическому положению. Появляйтесь здесь, рассказывайте, как вы одной спичкой изменили левую часть. Как вы из неравенства получили равенство. Потому что только за равенство я могу поздравить вас с вашей победой. Только за равенство я могу вручить вам 9 тысяч рублей. Это очень важно. Пожалуйста, подготовьтесь к своему появлению в прямом эфире. Чтобы не попасть в просаг, чтобы не ошибиться, чтобы не опростоволоситься, проверьте несколько раз, все ли вы сделали правильно. Переставили ли вы одну спичку? Не выбросили ли вы часом ничего из заданий? Не добавили ли вы что-то в левую часть? Если вы все сделали четко, по инструкции, то сомневаться не в чем уже. Смело звоните в прямой эфир и делитесь со мной своим решением. А ведь это нужно сделать обязательно. Обязательно! Потому что... Потому что, может быть, вы единственный человек, кто в состоянии справиться с этим заданием. И пока вы сидите с правильным ответом, ждете у моря погоды, тянете резину, время идет. А ведь я могла бы вам предложить уже третью головоломку, на которой тоже потребуется время. И немало времени. Потому что следующее задание будет еще сложнее, чем это. Вы на нас спросите у себя, а куда еще сложнее? Ведь и это сложное. Но, тем не менее, все мои задания не превышают ваших способностей. Это кажется. Кажется, что задание невыполнимо. Кажется, но такое бывает с каждым человеком, когда ему предлагают какую-то непростую работу. Но вам надо всего лишь начать. Попробуйте. Проверьте, как меняются символы. Логически порассуждайте над каждым элементом. И тогда эта работа уже не будет казаться вам такой сверхсложной. Главное сориентироваться вовремя. И главное все время следовать инструкции. Тогда у вас все получится. И потом сами будете собой гордиться, какой вы или какая вы. Молодец. Здравствуйте. Какую спичку вы переставили? Здравствуйте. Значит, двойки спичку поставить на ноль. Во-первых, вы двойку разрушили. Во-вторых, вы залезли в правую часть. Я что-то не вижу логики в вашем ответе. Мне, конечно, очень жаль, что у вас не получилось. Но надо же понимать, надо же осознавать, что вы делаете, чем вы занимаетесь. И понимать нужно каждый свой шаг, каждое свое действие. Если вы действуете наобум неосознанно и называете первое, что пришло вам в голову, просто будьте готовы к тому, что вам придется исправлять свою ошибку. Если вы, конечно, этого хотите, вы можете сюда перезвонить, вы можете справиться, набрать снова номер, который вы набирали до этого. Когда вы оказались в прямом эфире, это ваше право. Но стоит ли снова появляться здесь с такой версией, которой вообще нет логики? Так что я еще в который раз вам советую подготовьтесь основательно к своему появлению в прямом эфире программы. Вы же звоните, вас же все слышат. Неужели вы хотите появиться здесь просто так? Так, у вас есть сейчас возможность прославиться, появиться здесь в качестве победителя, да еще заработать 9 тысяч рублей. Готовьтесь, я же жду вас. Я же вас не гоню никуда, не тороплю, не подгоняю. Я спокойно жду ваш телефонный звонок. И более того, я пытаюсь с вами поговорить, пытаюсь как-то взбодрить вас, вселить в вас уверенность в себя же. Понимаете, я не зная вас, я стою в этой студии прямо сейчас, верю в то, что у вас все получится. Так и вы поверьте в себя. Я вас совершенно не знаю, но я уверена в том, что у вас все в порядке с логикой, у вас все в порядке с интеллектом, что мою программу, в общем-то, и не смотрят глупые люди. Программу смотрят обычно такие интеллектуальные шоу, смотрят обычно люди, которые обладают интеллектом и умеют им пользоваться. Я уверена в том, что у вас с вашим интеллектом все в порядке. Я знаю точно, что вы можете справиться с этим заданием. Не надо его бояться, не надо бояться сложностей. Наоборот, это интересно, это развивает ваш ум, вашу логику, ваш интеллект. Так еще за это вы зарабатываете такие хорошие деньги. Мы начали программу с первого разминочного задания, первой головоломки. Вы уже успешно все сделали, показали хорошие результаты. Я очень рада вашим достижениям. И сейчас я буду вдвойне рада, как только вы справитесь со вторым заданием, которое находится перед вами, с которым пока вы еще не справились. По крайней мере, я не услышала победное решение в прямом эфире. Я, может быть, и услышу его, но когда, кто знает, это известно только вам. Потому что вы сами решаете, что называть в прямом эфире. Действуйте. Ну что, я жду следующий телефонный звонок. Итак, у меня вопрос все тот же. Как одной переставленной белой спичкой изменить левую часть таким образом, чтобы ее значение равнялось 10? Что для этого нужно сделать? Какую для этого спичку надо переставить? Именно в левой части. Какую одну спичку белого цвета? Не желтую, а именно белую. Переставить, а не выбросить и не добавить. Ну так что? Кто ответит мне на этот вопрос? Что меняется? 9, 8, знак минус, 2 или вторая 9? Я жду. Работайте, работайте, старайтесь, ищите решение. Я понимаю, что это нелегко, но не надо останавливаться на достигнутом. Может быть, вы уже в одном шаге от правильного ответа. Все, что вам сейчас нужно, это продолжать до тех пор, пока вы не найдете решение. Когда вы найдете, тоже не надо расслабляться, рано еще. Надо набрать тот номер, который соответствует вашему региону. Поскорее позвонить сюда в программу, чтобы поскорее сообщить мне победное решение, которое я так жду. Но пока я жду, я даю вам возможность подумать, принять это решение. Пока я не услышала здесь ничего внятного, все ответы, к сожалению, были пока лишь ошибочными. Я не знаю, сколько это будет продолжаться, но, надеюсь, недолго. Так думайте. Думайте, работайте, старайтесь. Все время контролируйте каждое свое движение. При этом не забывайте еще верить в себя. И помните, что все это вы делаете не бесплатно. За деньги, за вознаграждение, за награду, которая ждет вас здесь. Эти деньги, 9 тысяч рублей, сейчас находятся в этой студии. В целости, в сохранности. Они ждут, когда я их вручу уже, наконец. Ну так что? Есть у вас какие-то варианты? Или будет молчание? Будет вот такая пауза? Вы знаете, я не могу сама позвонить вам. Даже если бы я могла. Ну вот куда? Ну кому я буду звонить? Я же одна. Я не знаю, куда кому звонить. А у вас есть три номера, каждый из которых соответствует вашему региону. И вы знаете, как позвонить мне. Итак, 9 тысяч рублей я вручу своему второму победителю, тому, кто назовет мне единственное победное решение. Итак, каким должно быть единственное победное решение? Какую спичку надо переставить в левой части, чтобы получилось 10? Откуда и куда переезжает эта белая спичка? 98 минус 29. По ответе у нас получилось, мы уже сами выяснили, 69. Этого мало. Потому что, точнее, наоборот, там слишком много. Мало у нас в правой части, но с правой частью все в порядке. Это мы тоже уже выяснили. Значит, надо левую часть уменьшать. Намного уменьшать. Очень намного. Но не перестараться в то же время. Надо так уменьшить левую часть, чтобы она не стала еще меньше, чем правая. Надо, чтобы левая часть равнялась именно 10. Ну так что? Здравствуйте. Здравствуйте. Какую спичку вы переставили? Пожалуйста. Здравствуйте. Давайте сделаем из восьмерки ноль. Давайте сделаем кое-что другое. Давайте вот из 9 тысяч рублей сделаем 10 тысяч рублей. Но спички выбрасывать из задания не надо. Да, я иду навстречу вам. Я увеличиваю сумму вашего заработка на тысячу рублей. 10 тысяч рублей я готова вам сейчас вручить за правильный ответ. А вы готовы мне его назвать? Готовы ли вы озвучить мне победное решение? Где вы ничего не выбрасывали, ничего не добавляли. А просто взяли спичку нужную и переставили ее грамотным способом. И так я жду. За это задание вы можете заработать уже 10 тысяч рублей. Это немалая денежная сумма. Я хочу вам сказать. Да вы сами это знаете. Вы прекрасно понимаете, что именно вы можете приобрести за 10 тысяч рублей. Если вы копите на что-то. Может быть вам именно этой денежной суммы сейчас не хватает. Так у вас есть возможность взять эти деньги отсюда. В качестве вашего дополнительного заработка. Вы наверняка работаете где-то. Наверняка вы получаете какую-то зарплату. Так вот считайте, что здесь у вас еще одна работа. Вторая работа. Дополнительная работа. Работа, где вы можете заработать те деньги, которых может быть вам не хватает на своей первой основной работе. А может быть вы вообще не работаете? Тогда моя программа специально для вас. Тут вы можете сидеть у себя дома и пополнять свой бюджет. Можете с нуля начать зарабатывать. В первом задании уже заработали деньги. Сейчас можете заработать во втором. Справившись со вторым заданием, вы можете приступить к третьему и зарабатывать деньги в нем. Кто вам сейчас мешает это сделать? Кто, что мешает вам сейчас сидеть и зарабатывать деньги? Я предлагаю вам эту возможность. Зачем ее у себя отнимать? Зачем от нее отказываться? Я не уговариваю вас. Я не заставляю вас сюда звонить. Я предлагаю вам заработать 10 тысяч рублей. Я готова эти деньги вам прямо сейчас вручить. Прямо сейчас. Но только, пожалуйста, за правильный ответ. А правильный ответ – это рассказ о переезде белой спички. Но не любой. О какой-то конкретной, определенной спичке, переставив которую, вы получите равенство. Потому что именно за равенство я готова вручить вам эти деньги. 10 тысяч рублей. Именно за математическое равенство. Ну так что? Вы выяснили, какую спичку надо переставить, чтобы получилось равенство. В левой части должно быть значение 10. Я готова вас услышать. Я готова принять ваш телефонный звонок. Прямо сейчас. Рассказывайте. Появляйтесь здесь. Рассказывайте, какую спичку надо переставить. Звоните по номеру 08258, если вы в России. По номеру 0907001. Звоните из Армении. По номеру 08258, если вы выяснили, откуда и куда переезжает одна спичка. Если вам удалось справиться с этим заданием, звоните прямо сейчас. Звоните, пока вас никто не опередил, пока здесь не оказался ваш конкурент с правильным ответом. Звоните, станьте этим человеком. Станьте моим вторым победителем и обладателем 10 тысяч рублей. Все в ваших руках. Все зависит только от вас. Вы настроились на победу. Вы проверили все белые спички, все варианты. Все записали, законспектировали, даже выложили данный пример перед собой. Вы нашли решение. Это означает то, что вы справились с поставленной перед вами задачей. Вы выполнили эту работу. А за грамотно выполненную работу, хорошо, качественно выполненную работу, каждый человек заслуживает вознаграждения. Так появитесь здесь. Покажите всем результат той работы, которую вы сейчас проделали. И вы будете вознаграждены за это. Вы станете вторым победителем и обладателем 10 тысяч рублей. Все в ваших руках. Я жду. Я готова в любой момент, в любое мгновение принять ваш телефонный звонок. Чего вы боитесь? Кого вы стесняетесь? В чем вы не уверены? Какие страхи вас сейчас одолевают? Какие сомнения? Вы понимаете, что сомнения оседают оковами на ваших ногах, не позволяя вам двигаться дальше? То же самое касается страхов. Страхи, сомнения. Все это лишает вас свободы действий. А ведь вы свободны. Вы можете делать все, что захотите. Так делайте. Делайте это прямо сейчас. Не стесняйтесь. Хватит отсиживаться уже в тени. Когда вы можете появиться здесь, это будет минута вашей славы. Момент вашего триумфа. И все время помните, что здесь вы зарабатываете деньги. Здравствуйте. Здравствуйте. Какую спичку вы переставили? Здравствуйте. С единицей перегвиньте спичку на минус. Но только у вас же единица при этом сломается. Это во-первых. А во-вторых, где находится единица? Какого она цвета? У вас есть четыре цифры и один знак в левой части данного неравенства. Что-то из этого должно измениться. И вот если вы сейчас грамотно переставите спичку в левой части, то я вам вручу уже десять с половиной тысяч рублей. Я вновь иду навстречу вам. Я увеличиваю сумму вашего вознаграждения. И на этот раз я предлагаю своему второму победителю заработать десять с половиной тысяч рублей. Но не готова я вручать вам эти деньги за то, что вы трогаете ответ, за то, что вы ломаете символы, за то, что вы нарушаете правила одним словом. Вот попробуйте не нарушать правила задания. Вот тогда у вас есть возможность найти решение. Есть у вас такая возможность. Если вы будете нарушать правила, эта возможность испаряется, улетучивается. Причем вы сами себя ее лишаете. Вы творцы моей программы, вы режиссеры моего шоу. Но когда вы нарушаете правила, из-за этого мы с вами топчемся на одном месте. Мы стоим на одной мертвой точке. Ничего не изменилось с тех пор, как это задание появилось на ваших экранах. Мы так и стоим в одном месте. Мы не двигаемся вперед. А ведь мы могли бы, могли бы уже столько шагов пройти, могли бы уже с несколькими заданиями справиться. А вы все тянете, а вы все тянете резину, сидите, ждете непонятно чего. И вы сами теряете вот эту возможность зарабатывать деньги. Сами теряете. Вы можете гораздо больше, если захотите, если настроитесь, если будете стараться, не будете нарушать правила задания. Вы гораздо большего можете достичь. Поверьте сами себе. Перестаньте в себе сомневаться и поскорее появитесь здесь правильным ответом. За правильный ответ я вручу вам десять с половиной тысяч рублей. Я жду, я жду сейчас следующий телефонный звонок. Я не знаю, каким будет следующий ответ. Я не знаю, кто появится здесь. Какое будет у вас решение. Но я надеюсь, что вы все уяснили, все разложили по полочкам уже, все поняли и справились с этим заданием так, как надо. Потому что пока вы, хоть и стараетесь, хоть и предлагаете мне свои версии, но мне пока не с чем, не за что вас поздравить. Понимаете, не за что. Мне не за что вручить вам десять с половиной тысяч рублей. Только за то, что вы стараетесь, только за то, что вы проверяете свои версии. Но ведь это же не справедливо. Я не могу вручить каждому позвонившему сюда участнику деньги. Это было бы странно. Каждый может позвонить в прямой эфир. Что такое телефонный звонок? Вы каждый день кому-то звоните. Каждый день вы набираете какие-то цифры на своих телефонах. Сам по себе телефонный звонок произвести не составляет особого труда. Позвонить может каждый. Но найти решение в этом задании может далеко не каждый телезритель. Это далеко не каждый человек. Если вам удалось это сделать, считайте, что вы без пяти минут победитель. Вы практически мой герой. Но чтобы постоянно, чтобы стать по-настоящему этим человеком, вам нужно появиться здесь. Итак, я жду. Я не знаю, сколько еще это будет продолжаться. Сколько по времени это будет продолжаться. Отсутствие моего, отсутствие моего победителя. Но я надеюсь, что это скоро закончится. Что скоро здесь появится мой герой. Я жду. Сколько? Не знаю. Здравствуйте. Какую спичку вы переставили? Берем одну спичку с восьмерки и перетаскиваем ее на ноль. С восьмерки на ноль, на ноль это в правой части. Я даже уже не выясняю, какую спичку вы с восьмерки берете. Потому что вы только что залезли в ответ. У вас получился разноцветный ответ. Двуцветный ответ получился у вас. Зачем вы это делаете? Чем вы там занимаетесь? Вы правила слушаете вообще? Кто вам говорил то, что надо лезть в ответ? У вас есть четкая инструкция. Переставьте одну спичку так, чтобы ответ равнялся десяти. Но если ответ уже равняется десяти, то зачем его менять? Я боюсь. Боюсь просто. Не знаю. Чем это закончится все? Не уверена я уже. Я очень переживаю за судьбу этого задания. За судьбу вот этой денежной суммы. Я хочу вручить ее достойному человеку. Достойному. Именно поэтому я до сих пор жду. Потому что не услышала я пока голос вот этого человека. А вы как думаете, достойны ли вы этого вознаграждения? Какие догадки у вас есть? Какие версии еще? Я готова вас выслушать. Говорите. У вас должно быть свое мнение. Я подожду. Подожду. Еще какое-то время. Я не могу отсюда выйти и что-то изменить. Понимаете? Как-то повлиять на вас. Не могу. Здравствуйте. Какую спичку вы переставили? Давайте сделаем из девяти пять. Давайте сделаем. Ну из какой девятки? Куда вы спичку эту дели? Ну что же вы так невнимательные? Давайте лучше из десяти с половиной сделаем одиннадцать с половиной тысяч рублей. Вот так вот. Я на тысячу рублей увеличиваю сумму вашего заработка. Я готова вам сейчас вручить в качестве вознаграждения одиннадцать с половиной тысяч рублей. Но сколько, сколько можно справляться с этим заданием? Может стоит поставить в нем точку? И наконец-то перейти к третьему заданию, которое, между прочим, гораздо более сложное. Но так и просится на экран уже третье задание. Так и просится. Ведь это же тоже хорошая для вас возможность заработать деньги. А вы сидите там сейчас. Сидите. Спите. Едите. Я не знаю, чем вы там занимаетесь. Я понимаю, что выходной день сегодня. И завтра выходной. Но так вы же можете сейчас провести эти выходные с пользой. А не просто так. Не просто так впустую. Где же мне взять моего победителя? Что же мне делать? Как быть? Одиннадцать с половиной тысяч рублей без хозяина. Каша, я жду. Я готова, готова принять ваш телефонный звонок. И так какая спичка переезжает, чтобы левая часть не просто изменилась? Мне недостаточно просто какого-то любого изменения. Меня интересует, меня волнует не только внешний вид этой области, но еще ее значение. С внешним видом вы работаете. У вас это неплохо получается. Вы что-то здесь пытаетесь изменить. И действительно, внешний вид левой части меняется. Естественно, меняется ее значение. Но куда, в какую сторону оно меняется? У вас же до сих пор не получилось значение десять. Может быть и получилось где-то там, по ту сторону экрана. Но как я об этом узнаю? Как я догадаюсь о том, что именно вы переставили ту самую белую спичку? Я же не могу читать ваши мысли. Не могу догадываться, что вы там имеете в виду. Чем вы там занимаетесь? Я здесь, я в этой студии. Я не могу от тебя никуда уйти. Я не могу сама позвонить вам. Но я здесь. Я жду ваш телефонный звонок. А программа-то заканчивается. Осознайте. У нас очень мало времени остается до конца прямого эфира. Эфира. Мне уже пора начать подводить итоги. Так что должно измениться? Первая девятка. Восьмерка. Знак минус. Двойка. Или вторая девятка белого цвета. Что же из всего вот этого должно измениться, чтобы левая часть стала равна десяти? Программа заканчивается. Поторопитесь сообщить мне победное решение. Поспешите ворваться сюда на последних мгновениях прямого эфира, чтобы заработать одиннадцать с половиной тысяч рублей за одну переставленную спичку. Поторопитесь. Очень мало времени. До конца прямого эфира остаются уже какие-то мгновения. Я ни разу вас не торопила. Ни разу. Хотя могла. Но я этого не делала. Я дала вам возможность подумать. Да можно было уже по нескольку раз пройтись по левой части. Со всех сторон можно было ее рассмотреть. Можно было разложить ее на самые маленькие составляющие. Проверить все возможные варианты и уже наконец-то прийти к выводу. Как изменить левую часть, чтобы ее значение равнялось десяти? Так есть там у кого-то победное решение? Есть или нет? До конца прямого эфира остается очень мало времени. Мне надо подводить итоги. Мне надо понимать, сколько у меня сегодня победителей было в шоу. Один или два? Я не знаю, как закончится моя программа. Я не знаю, каким будет ее финал. Но до последнего мгновения, до конца, я здесь, я с вами. Я жду ваш телефонный звонок. Я не уйду отсюда, пока программа не закончится. Поэтому, пока я здесь, это означает то, что вы еще успеваете сюда позвонить. Успеваете по тому номеру, который соответствует вашему региону. Еще раз вам напомню, что находясь в России, звоните по номеру 08258. Находясь в Армении, звоните по номеру 090701. Находясь за границей, звоните по номеру плюс 88 216 101 298. Поспешите. Действуйте. Действуйте. Все сейчас зависит только от вас. Только от вас. Итак, ворвитесь. Ворвитесь в прямой эфир. Наконец-то. Станьте моим вторым победителем. Вы понимаете, что программа заканчивается? А вы продолжаете молчать. Здравствуйте. Какую спичку переставили? Здрасте. Здрасте. Я думаю, что, ну, восьмерку нужно переделать в шесть. Вы так думаете. Ну что ж, для этого надо взять спичку с восьмерки, ну и куда-то еще ее поставить. А что ж, получается, вы выбросили спичку из задания? Ну, допустим, допустим, так у вас левая-то часть еще больше стала. Зачем в левую часть-то увеличиваете? В конце прямого эфира вы берете просто увеличиваете левую часть, когда ее нужно было уменьшить. Так, если вы не знаете правильный ответ, не звоните в прямой эфир. Освободите дорогу победителю. Программа заканчивается. До конца прямого эфира остаются буквально какие-то считанные мгновения. Ну так что? Я жду следующий телефонный звонок. Я даю вам возможность позвонить сюда. Я просто предупреждаю вас, что программа заканчивается, поэтому вам нужно сейчас поторопиться поскорее оказаться в прямом эфире. Ну что? Так где же мой второй победитель? Когда он появится? Неужели мне надо с вами прощаться, так и не услышав второго героя? Если вы не успеете позвонить сюда до конца программы, мне придется это сделать. Мне придется попрощаться с вами без второго победителя. Это задание аннулируется. Естественно, я никому не вручу 11,5 тысяч рублей. Но если вы успеете позвонить сюда, успеете ворваться до конца программы и назовете мне победное решение, тогда я успею поздравить вас с победой и вручить вам 11,5 тысяч рублей. Я сейчас замерла практически в ожидании следующего телефонного звонка. Я так хочу, чтобы этот телефонный звонок оказался победным. Тогда я смогу со спокойной душой попрощаться с вами, пойти отдыхать. Вы будете отдыхать, вы будете радоваться своей победе. А я буду радоваться за вас, за своих умных телезрителей, за своих героев, за своих гениев логической математики. Сегодня в моей программе задание из логической математики, задание на логику, на умение считать. И я буду очень рада сегодня вашим достижениям. Мне, конечно, приятно. Я очень рада тому, что сегодня у меня уже есть один победитель. Уже одному человеку я вручила награду за знания и способности. Но что касается вот этого задания, тут я пока воздержусь от каких-либо выводов. Потому что я все еще надеюсь на ваше появление. И так, до конца программы остаются буквально какие-то мгновения. Успейте позвонить сюда. Ну так что, какую спичку в левой части надо переставить, чтобы значение левой части изменилось и стало равно 10? Что меняется? Цифра или знак? Два символа. Две цифры. Или цифра со знаком? Что меняется в левой части? Здравствуйте. Какую спичку вы переставили? Алло. Да. Здравствуйте. Нужно спичку с двойки переставить на ноль. Куда? С двойки на ноль? Вы что? Так, мое последнее предложение на сегодня. 12 тысяч рублей. Все. Больше сумма вашего заработка. Не станет. Так что вот эти деньги. 12 тысяч рублей. Либо окажутся у вас сегодня в вашем кармане. Либо я попрощаюсь без второго победителя. А я уже готова это сделать. Я уже готова прощаться с вами. Начинать. Постихонечку. Потому что программа заканчивается. До конца прямого эфира остаются считанные мгновения. Золотые мгновения. Это те мгновения, которые вы можете потратить с пользой для себя. А можете упустить. Можете посидеть еще. И тогда эти мгновения уже пройдут. И вы уже никак не сможете повлиять на прошлое. Сейчас пока эти мгновения, пусть и уходящие, но они еще пока являются будущим. Которые вы можете изменить. Но когда программа закончится, вы уже ничего не сможете сделать. И ничего не сможете изменить. И я не смогу уже ничем вам помочь. Поэтому пользуйтесь той возможностью, которая есть у вас прямо сейчас. Хватайте эту возможность. Не отпускайте ее. Удержите ее, пока она не ускользнула. Итак, 08258. Это номер для жителей России. 090701. Номер для жителей Армении. Плюс 88216. 101. 298. Это международный номер, по которому вы можете позвонить из любого уголка земного шара. Есть у вас победное решение. Нашли вы эту спичку, переставили вы ее грамотно, изменили внешний вид левой части и ее значение. У вас получается равенство. Тогда звоните поскорее. Звоните. Пока программа еще не закончилась. Врывайтесь в прямой эфир. Врывайтесь. Рассказывайте мне, какую спичку надо переставить, чтобы получилось равенство. Я вручу вам звание второго победителя. И 12 тысяч рублей. И мы разойдемся. И вы будете довольны. Вы будете счастливы. Вы будете праздновать свою победу. А это будет минута вашей славы. Ну так что? Я жду. Мне пора прощаться. А я все еще жду ваш телефонный звонок. В надежде, что он все-таки прозвучит сегодня до конца программы. После конца программы уже не будет никаких телефонных звонков. Все. Не упускайте эту возможность. Не упускайте ее сейчас. Пока она еще есть. Пока она еще теплится. И вы еще можете за нее ухватиться. Тем более, если вы нашли победное решение, то есть потратили все это время, исправились с этим заданием, тем более надо оказаться здесь. Тем более нужно ворваться сюда и продемонстрировать результат проделанной вами работы. Чтобы забрать свои деньги, получить свою награду и с чувством выполненного долга продолжить заниматься своими делами, жить своей жизнью, продолжать радоваться жизни. И тратить эти деньги уже на свое усмотрение, свое удовольствие. Так действуйте. Здравствуйте. Какую спичку вы переставили? С единицы делаем семь. Ой. Что это такое-то, а? Зачем? Зачем? Надо было левую часть уменьшить, а не правую увеличить. Тем более, где вы желтую спичку взяли? Зачем вы вообще в ответ полезли? Так, будут еще ответы? Будет еще какой-то вариант, где вы ничего не выбросили, не добавили, где вы не трогали ответ. А где вы просто переставили одну спичку белого цвета и получили другую левую часть, равную десяти. Я услышу это решение сегодня. Успеете ли вы до конца программы? Мне вообще-то пора уже уходить. Мне пора с вами прощаться. Так кому я вручу 12 тысяч рублей сегодня? Вручу я кому-то эти деньги? Вручу или нет? Или мне пора уходить? Ну так что? Так я не поняла. Я не поняла. Программа заканчивается. Где мой победитель? Все? Мне прощаться с вами? Я начинаю это делать. Я начинаю с вами прощаться, потому что нет больше возможности ждать. Нет больше времени. Вы понимаете, нет времени. Ну что мы с вами делать? Получается, что у этого задания так и не появится лидер. Так у вас буквально пара мгновений. Успейте набрать номер. Здравствуйте. Какую спичку вы переставили? Орел, здравствуйте. Нужно спичку с первой девятки переставить на вторую. 38 минус 28 будет. А на 10. Ну конечно. Так и нужно было поступить. 38 минус 28. Как вас зовут? Роберт. Откуда вы позвонили, Роберт? В город Микунь. К вам отправляются. 12 тысяч рублей с победой вас, Роберт. У меня сегодня было два героя. Молодцы. Мне пора прощаться. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова